Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидий. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. У нас сегодня в гостях певец, участник ТВ-шоу «Каникулы в Мексике-2» был Никольский. И он приехал как раз, раз мы говорим, из Мексики, то что мы тут решили сделать? Мексиканский салат. Кухня у нас стала интернациональная, поэтому будем готовить Мексиканский салат. Из чего он состоит? Из чего он состоит? Из курочки. Курочка. Ах! Да-да-да-да. Курочка отварная. Отварная курочка. Дальше у нас сельдерей. Корень. Корень сельдерей, естественно. Могучий. Яйца, лук репчатый, салат, петрушечка, лимончик и, конечно же, перчик. И перчик. Сегодня он не острый, у нас болгарский. Вот, как вы видите, очень много здесь витаминов. Витаминов. Я как вижу, в основном витамин С, витамин В. Хорошо. И что мы делаем? Как мы готовим? Все просто. В принципе, в любой последовательности мы можем нарезать все это. Наверное, начнем, наверное, с сельдерей, на терочке. Хорошо. Я как раз на терочке потру его. А вы, значит, что там дальше? Зелень или с курочки начнете? Курочку нам надо измельчить. Начну с курочки. Давайте. Она еще тепленькая такая вся. Ну, как там вообще в Мексике, интересно? В Мексике все горячо, я бы сказал. Все горячо, да? Солнце, пальм, океан, гитара, страсти кипят, жара, сахара. И вот как раз в такую жару, так как там могут быть различные инфекции желудочно-кишечные, и вот используют вот этот острый перец для того, чтобы все это гитарализовать. Да, ясно, понятно. Натираем. Главный антиоксидант? Нет, 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 нет. Я знаю. Перчик, он не главный антиоксидант, а он как раз способствует усилению различных процессов в организме. То есть, быстренько все там переваривается, и если там попадает желудочно-кишечный тракт, какие-то там бактерии, которые могут инфекцию вызвать, они убиваются. А антиоксиданты это вещества, которые защищают наши клетки от того, чтобы они не превращались в онкологические и не разрушались. Вот так даже. Действуем, да. А кстати, вот здесь как раз и есть все эти антиоксиданты. И один... И один из самых главных аксидантов, антиоксидантов, это является витамин С. Ну здесь просто возобилие витамина С. Да, кстати, Вел, а знаешь, для чего этот витамин С используют? Ну я думаю, что, во-первых, он включает защитные функции организма. Правильно, правильно. Витамин С активизирует наши защитные силы, особенно от простуды. Да я просто поднимаю от настроения. Съел апельсинку, там, лимончик. Верно. И все, день уже дополняется солнцем, неважно там какая погода. Верно, верно. И еще меда добавить, это будет просто... И меда? Так мы будем этот салат добавлять меда? Ну мы сегодня не будем добавлять меда, потому что это уже будет десертом. Нормально я напил? Я думаю, что да. Хорошо. Отлично, так, салитири у нас есть, курочка у нас тоже есть. Что надо натереть тебе еще? Так, давайте, давайте лук репчатый. Хорошо, репчатый лук. Так, курочка у нас готова. Это тоже сюда? Да, я думаю, что туда. Помещаем сюда. Так. Отлично. Так, значит я лучок использую. Так, я буду нарезать тогда салат. Давайте салатика. И кстати, вот эти вот продукты, зеленые и лук в том числе, еще носят такое название аккумуляторы первого порядка. Это как? Вот именно, это очень интересный вопрос. Оказывается, такой был врач Берхер Беннер, диетолог, и вот он создал следующую теорию. Вся у нас энергетика идет от солнца, то есть все у нас живет на солнечной энергии. И вот солнечная энергия, которую связывают растения, он назвал, что это аккумуляторы первого порядка. А именно, значит, они ее так раз и усвоили. И дальше, значит, потенциал солнечной энергии здесь самый высокий. И вот если это будет высушить, заморозить, а тем более отварить, то вот эта вот энергия, она уже разрушается. И он тогда назвал продукты, которые уже подверглись тепловой обработке, аккумуляторами второго порядка. И, наконец-таки, продукты, которые там засолены, долго там лежали, термически обработанные, консервы особенно, он их назвал аккумуляторами третьего порядка. То есть там уже меньше всего содержится солнечная энергия. И поэтому, когда он начинал лечить, он там создал сеть целых клиник в Западной Европе, то он как раз и использовал диету, в которую уходили вот эти вот продукты, в основном аккумуляторы первого порядка, аккумуляторы второго порядка. Вот поэтому все фрукты, овощи наисвежайшего вида, различные там травы, которые можно есть, это аккумуляторы первого порядка. Животные продукты, которые, будем говорить, уже, ну, будем говорить, животные, которые съели растения, уже считаются второго порядка. И, наконец-таки, ну, там, это и молочные продукты, и продукты, которые прошли еще дополнительно термическую обработку. Главное не заплакать. Да-да-да, это лучше всего ножом. У нас были актерские тренинги на проекте, и я сейчас расскажу тайну. Я отходил в сторонку, так вот брал лук, и фактически закапывал его себе в глаза. И плакал. Когда надо было плакать, да? Поэтому всем актерам, начинающим такой совет, если хотите заплакать, немножечко сюда лучка ставить. Лучка, вот так смело можете просто вот так вот брать, и прямо в глаз. Вот, но работает великолепно. Слушай, что мы с яйцом делаем? Сколько мы яйц делаем? Не знаю. Не знаю. Ну, не, 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 не это, не переживай. Сейчас мы скушаем салатика, и все восстановится. Ох! Плачу. Значит, это вареные яйца, да? Естественно. Хорошо. Так, я вам помогу. Мы их нарезаем. Ну и что, у нас, я так вижу, получается салат, который действительно содержит огромное количество и антиоксидантов, и витамина С, и, как мы уже говорим, аккумуляторов первого порядка, которые способствуют тому, что вот яйцо, как раз это будет аккумулятор, да, второго порядка, будет перевариваться гораздо лучше, нежели если бы мы его, допустим, съели без зелени. Потому что все, что содержит зелень, в сочетании с белковым продуктом переваривается намного лучше. Да. И усваивается. Это факт. Самое главное еще и выводится. Потому что, если человек с хлебом яйца есть, там, допустим, грудку тоже, то не совсем хорошо работает желудочно-кишечный тракт. Идеальное сочетание. И белковая пища, и столько макро-микроэлементов. Просто идеальный салат, мне кажется. Согласен. Согласен. И вот этот салатик очень хорошо использовать тем людям, которые желают вот постройнеть. А именно, вечерком хочется покушать много. Да, с утреца можно уже навернуть. И с утреца можно. Как завтрак, так и ужин. Да, все продукты доступны в магазине. Пошел, купил, быстренько сделал. Вот это очень важно, чтобы... Так, мы еще сюда не крышили болгарского перца. Начнем. Так, болгарский перец. Как вы предпочитаете? Красный, не красный, зеленый. Он и красный. Все-таки красный цвет страсти. Темусь просто к этому цвету. Хотя зеленый, по сути, по вкусу такой же. И действительно, в зависимости от того, какой у нас продукт мы используем, какого цвета, то этот продукт еще действует на нас и своим цветом. И, кстати, вот, что мы будем использовать... О, зародыш. Что мы с ним делаем? Мы съедаем его. Правильно. И, оказывается, смотри, очень интересная вещь вам сказал насчет зародыша и поедания. Вот, смотри, маленькая клеточка, она говорит, зародыш. И из зародыша образуется весь организм. Кости, там, легкие, сердце, сосуды и так далее, и так далее, и так далее. То есть, это клетки, с которых все образуется. А когда уже, будем говорить, цыпленок уже большой или курица большая, там уже кости есть, кости, мышцы, мышцы и так далее. То есть, мы уже употребляем либо мышцы, либо там печенку, либо еще. И она там будет только укреплять этой ткани. А в зародышах мы весь организм. Поэтому правильно сделал, что съел? Да. А что мы еще будем использовать? Вот здесь есть семена, кстати, вот. Их едят или нет? Семена обязательно едят. Их можно добавить даже в салат. Конечно. Это инновация просто. Их порезать. Потому что именно здесь содержится наиболее ценная часть. Вот как в яблоках есть зернышки вот эти, да? Их тоже можно есть, мне бабушка говорила. Правильно. И вот смотри, берем яблочко, да? Ну вот, если у нас яблочко. А, кстати, вот у нас яблочко. Так, берем. Не-не-не-не, мы его не режем, просто объясняю, да? И смотри, оказывается, когда мы его съедаем и смотрим, если его ел червяк, то червяк не ест вот эту, будем говорить, мякоть, а он именно прогрызает всю эту мякоть и съедает зернышко. Он договорается, да, потому что в зернышке содержится потенциал жизненной энергии, там содержится и полезное вещество, и особенно много йода. Съеду одно яблочко с зернышками, уже суточная норма биологически активного йода, которым нужен, все. Странно, почему? Поэтому съедаем все. Не выпускает отдельно в зернышке яблок. Почему? Вот пошел, купился, там, зарядился энергией. Это надо собирать самому, потому что... Может быть, открыть на бизнесе. Можно открыть действительно этот бизнес, я с удовольствием бы его прорекламировал, я думаю, он бы пользовался спросом особых. Назвать зернышки. Зернышки, яблочные зернышки. Так, порезали мы это, молодец. Перчик, все-таки будем добавлять вот эти вот, да? Да, обязательно зернышки вот эти не выбрасываем. В них содержатся те вещества, которых нету в мякоти перца. Похоже на кунжут. Во-во-во, вот. А что делает кунжутное семя? Знаешь? Что оно делает? Да. Оно нас покоряет своим вкусом. Покоряет своим вкусом. Вот хорошо. И смотрите, раз у нас целебная кулинария, помимо того, что кунжутное семя и семя вот этого вот перца будет покорять нас своим вкусом, оно еще, особенно кунжутное семя, разогревает. И тем самым способствует лучшему пищеварению. Поэтому кунжутное семя особенно ценится. Я иногда брал просто столовыми ложками кунжуте. Это немножко странно, но очень вкусно. Слушай, а когда ты вот ел кунжутное семя? Или предпочитал холодное время, огонь, горячее? Я просто открываю шкафчик на кухню, смотрю, какие-то семена. Вот попробовал на вкус вкусный. Ем. Вот таким эмпирическим способом я добываю себе витамины, еду. Хорошо. Вот, очень вкусно. Хорошо. Дело в том, что вот этот эмпирический вкус тогда, как бы сказать, подсказывает нам, почему мы предпочитаем тот или иной продукт. Если у нас содержится мало энергии, которая содержится, допустим, в этом продукте, меньше микроэлементов, которые нужны организму, опять-таки они содержатся в этом продукте, мы предпочитаем всегда то, что нам нравится по вкусу. Да не только по вкусу, визуально это просто очаровательно. Сначала мы, конечно, съедаем продукт глазами, потом мы его съедаем, будем говорить, через органы обоняния, то есть через освещение запаха. Вот они аккумулируют солнце, мне кажется, визуально можно просто загореть сейчас, да? Кстань. Загар вот смотришь и чувствуешь. Кстати, здесь содержатся пигменты, здесь содержатся вещества, которые способствуют загару. Можно просто смотреть на салат, так минут 15 переработать. Посмотрел, зарядился. Так, что мы еще используем? Так, петрушка. Петрушка. Ненавидел с детства петрушку, потом просто сам себя приучил. Бывает просто вот не хочу есть. Беру просто пучок, отрываю и через силу съедаю. И только потом я стал уже наслаждаться и ощущать, что действительно какой-то заряд энергии есть. А это действительно интересно. Что это хочется? Это насчет петрушки, это идет с возрастом у нас. А именно, почему у нас меняется вкус? То есть, когда ребенок маленький, ему хочется сладкого продукта. А когда человек уже подрастает, ему уже хочется несколько других продуктов. До детства такое было, заставляли просто есть. Всегда приезжаю к бабушке на дачу, петрушка, лук, сельдерей. Вот она просто заставляла это все есть. Я, естественно, противился как-то этому. А потом уже, когда понял, что здоровый образ жизни это залог успеха, вот начал кушать и петрушку, и сельдерей. Без сельдерей вообще жить не могу. Фреш с сельдереем, салаты, с чаем даже так же можно. Очень-очень вкусно. Вы знаете, мне очень приятно слушать Уэлла, потому что действительно рассуждает как здравомыслящий человек. А именно, если у нас нет здоровья, то мы не можем реализоваться как творческая личность, как, допустим, мужчина или женщина и так далее, и так далее. Так вот, смотрите, как раз мы с вами здесь приготовили продукты, в которых содержится повышенное количество биологически активного витамина С. И этот витаминчик С помогает, первое, что сделать уже этот салат? Он помогает сохранить на здоровом состоянии кровеносные сосуды, десны и зубы. Далее, продукты с высоким содержанием витамина С способствуют нормализацию всасывания железа. У нас не будет анемии. Это очень важно для женщин. У нас салат прекрасно подходит. Значит, от этого салатика будут прекрасно заживать ожоги. В том числе и солнечные получим. Сращиваются переломанные кости, какая-то травма. Вот, и далее, вот эти вот продукты, которые содержат повышенное количество биологически активного витамина С, будут препятствовать инфекции мочеполовых путей. Люди говорят же про сельдерей для мужиков. Мы все знаем. И сельдерей, как раз особенно корневой, будет способствовать тому, что усиливает потенцию. Можно просто как яблоко брать, так вот. Жизненный потенциал организма. Смотрите, у тебя хорошенький зуб. И просто грызть. Так, у нас остался лайм. Давай, лайм. И что, мы будем делать заправку. Давай, делай заправку. Они говорили, что вы великолепно делаете заправку для салатов. Мы берем чашечку. Так. Сразу же только раз. Лимончик. Сок. Сок пол-лимона мы сюда сделаем. То есть у нас получится такой кисленький сок. Вот так вот мы. Вот, давляем. Кстати, опять-таки огромное количество витамина С в соке у нас содержится. Так, пригодится. И сюда добавляем оливковод. Настроение как-то сразу поднимается. Вот выжилаем сразу как-то. Эвфория какая-то. Столовую ложечку. Больше нам не надо. Так. Теперь все это тщательно мы с вами перемешиваем. Перемешаем. Так. Кстати, если желаем подсолить, то лучше всего это сделать морской капустой. Сухой. Перемолоть ее. И у нас получится такая своеобразная соль. Подождите. Подсолить сухой капустой? Да, морской капустой. Она как раз содержит различные микроэлементы, которые сделает этот салатик. Еще более целебный. Вот. Заправляем. Заправляем теперь. Вот таким вот образом. Кстати, и мы сюда еще можем. Красота. Сделать его еще более целебным, если добавим проросшую пшеничку. Горсточку. Добавим? Давайте. 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 Это как тренд какой-то проросшая пшеница. От многих слышу. От многих слышу, но я не знаю. Да, да, да. Сейчас посмотрим, как она выглядит. Она у вас прямо растет в холодильнике, я так понимаю, да? Да. Да. Вот она растет в холодильнике. Вот они какие проросточки. Можно попробовать. Они сладкие на вкус. На кофейные зерна похожи. На кофейные зерна. Мы добавляем еще. И здесь еще мы в этот салат, помимо витамина С, вносим витамины группы В. И у нас получается замечательнейший целебный салат. Очень вкусно. Очень вкусно. Они самодостаточны. Их можно просто вот сидеть перед телевизором и вместо семочек есть. Вот реально. Можно. Перемешиваем все это хорошенько. Так. И у нас действительно получился салатик. Вот этот салат мы как раз приготовили, я так понимаю, на всю семью. У меня просто витаминный оргазм, честное слово. Вот столько ноток хочется просто петь. И как раз спойте что-нибудь там такое растопное. А вот как раз, кстати. Ора Мексика, Ора Мексика, от заката до рассвета, только лето, лето, лето. Вот настоящий летний салат. Действительно. И настроение. Действительно. Просто зарядился вот теми аккумуляторами, о которых вы говорили сейчас. И буду вот так вот по жизни идти вперед. И хочется теперь светиться. Да. Отлично, отлично. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч!